Досрочный ЕГЭ по математике, задание номер 17. Вклад планируется открыть на 4 года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года. А кроме того, в начале 3 и 4 годов вклад ежегодно пополняется на 3 миллиона рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором через 4 года вклад будет меньше 25 миллионов рублей. Пусть S, то есть обозначим через S, первоначальную сумму вклада. Так и запишем. Тогда через год, то есть в конце первого года, вклад будет составлять 1,1с миллионов рублей. Тоже это запишем. Почему так? Потому что вклад увеличится через год на 10%. То есть был 100%, увеличили на 10%. Получается, вклад составит 110% от первоначальной суммы вклада. От S. От первоначальной суммы. А что такое 110% от первоначальной суммы? Это 1,1с. Почему? Потому что для того, чтобы найти 110%, надо S поделить на 100 и умножить на 110. Ну или можно просто перевести проценты в местечную дробь, перенести запятую на два знака влево и 1,1с умножить на S. То есть действительно, в конце первого года вклад составит 1,1с. Что будет в конце второго года? В конце второго года вклад, то есть вот этот уже вклад, увеличится в 1,1 раза. То есть точно так же. К данной сумме нужно прибавить 10%. Это значит, нужно найти 110%, но уже вот от этой суммы. От суммы в конце первого года. Получается, 1,1 мы умножим на 1,1с. У нас получится 1,1 в квадрате умножить на S. То есть получится 1,21с. Так и запишем. То есть в конце второго года вклад составит 1,21с миллионов рублей. Что будет в начале третьего года? В начале третьего года по условию задачи вклад будет увеличен на 3 миллиона рублей. Это значит, к данной сумме нужно прибавить 3 миллиона. Тоже это запишем. То есть в начале третьего года мы должны прибавить 3 миллиона рублей. В конце третьего года данная сумма, то есть вот эта сумма, будет увеличена на 10%. То есть надо ее умножить на 1,1с. Умножаем 1,1с на первое слагаемое, умножаем на второе и в итоге получаем следующее выражение. То есть в конце третьего года мы получим следующую сумму. То есть что мы сделали? Мы 1,1с умножили на сумму в начале третьего года. Далее. Теперь что будет в начале четвертого года? В начале четвертого года к данной сумме нужно добавить еще 3 миллиона рублей. То есть у нас вклад уже составит 1,331с плюс 6,3 миллиона рублей. Почему? Потому что мы прибавили 3 миллиона вот к этой сумме. Получилось 6,3 надо еще добавить. Далее. Что будет в конце четвертого года? В конце четвертого года данная сумма, то есть вот эта сумма, должна быть увеличена еще на 10%. Это значит, что эту сумму нужно умножить еще раз на одну целую и одну десятую. В итоге окончательно мы получаем, что в конце четвертого года сумма вклада будет составлять вот такую сумму. То есть будет составлять вот такое выражение. Вот такое число. Далее. Теперь что нам известно? Нам известно, что вклад должен быть меньше 25 миллионов рублей через 4 года. Это значит, нам необходимо потребовать, чтобы вот эта сумма вклада через 4 года была меньше 25 миллионов рублей. Все будем считать в миллионах рублей. То есть у нас тогда получается следующее выражение. Вот таким образом. То есть действительно сумма вклада через 4 года мы ее нашли. И вот она. И она должна быть меньше 25 миллионов рублей. Но осталось только решить данное неравенство в целых числах. Почему в целых числах? Потому что первоначальная сумма вклада по условию задачи должна составлять целое число миллионов рублей. Как решить данное неравенство? Переносим 6,93 в правую часть со знаком минус. Вычитаем от 25. Получаем следующее неравенство. И делим обе части на 1,4641,10. Обе части делим на положительное число, поэтому знак неравенства не меняется. В итоге S будет меньше вот такой дроби. Теперь можно поделить столбик на 180,700. Надо разделить столбик на 14,641. Тогда у нас получается 12 целых. И что-то будет в остатке. Делим в столбик. У нас получается вот такое выражение. Теперь покажем все значения S удовлетворяющих данному неравенству. То есть на числовой оси это все можно показать. Вот таким образом. И заметим, что наибольшая из всех целых чисел удовлетворяющих нашему неравенству будет число 12. Конечно мы могли бы взять и 11 миллионов рублей сумму вклада первоначально. Но наибольшее из всех значений, целое число удовлетворяющее данному неравенству будет число 12. То есть получается, что в ответ мы должны записать 12 миллионов рублей. Пишем ответ. Задача решена. Задача решена.